4 продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Вышел на дорогу и попал под колеса. В регионе все чаще стали сбивать пешеходов. Только за прошлый год произошло более восьми десятков аварий на пешеходных переходах. Отмечу, что таких происшествий было даже больше, чем наездов вне зебр. Печальную статистику накануне пополнил еще один случай. В очередном ДТП, которое произошло в Гомеле на улице Каменщикова, пострадала несовершеннолетняя. По предварительной информации, водитель автомобиля совершил наезд на 16-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. С травмами ребенок был доставлен в больницу. Напомним, что с начала этого года под колесами машин оказались сразу несколько школьников. Так, 19 января на улице Советской областного центра 13-летних сестер-близняшек сбила Мазда. Девочки переходили дорогу по всем правилам, по пешеходному переходу на зеленый. 15 лет лишения свободы. Именно столько по результатам прений, которые прошли сегодня в областном суде, попросил назначить прокурор для обвиняемого, ранившего ножом троих милиционеров. К слову, свою вину молодой человек не признает полностью. Напомню, инцидент произошел еще в мае прошлого года. Беглый преступник при попытке задержания серьезно ранил троих оперативников и сбежал. Преступника обнаружили в районе Центрального парка. Там он и попытался уйти вплавь через СОЖ. Его настигли бойцы ОМОН, им пришлось открыть огонь на поражение, прострелив беглецу обе ноги. Неосторожное обращение с огнем при курении. Именно так звучит основная версия причины пожара, закончившегося трагедии в одном из домов деревни Ветхинь Реческого района. К моменту прибытия спасателей деревянное строение уже горело вовсю. Проникнув в помещение, сотрудники МЧС на полу в одной из комнат обнаружили тело мужчины 1986 года рождения. Как позже выяснится, погибший временно проживал там с разрешения хозяина дома. Коварная мебель. В Гомеле сотрудникам МЧС пришлось спасать ребенка, который застрял в обычном стуле. Инцидент произошел накануне, рано утром в одной из квартир по улице Бочкина. Трехлетняя девочка во время завтрака, засунув ножку между элементов стула, достать ее не смогла. Не удалось это и родителям ребенка. Работниками МЧС была оказана помощь в освобождении ребенка. Девочка чувствовала себя хорошо и в госпитализации не нуждалась. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания.